Здравствуйте! Это программа «Здоровье важнее». И сегодня гость нашей передачи, заведующий кафедрой педиатрии с детскими инфекциями Луганского государственного медицинского университета Александр Николаевич Волошин. И поговорим мы прежде всего сегодня о подъеме острых респираторных заболеваний и гриппе. Здравствуйте, Александр Николаевич! За окном осень, и все врачи-педиатры, наверное, уже готовы к тому, что начинается период подъема острых респираторных заболеваний. Подъем заболеваемости начинается примерно с конца октября и заканчивается период заболеваемости к концу февраля, началу марта месяца. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и гриппом стоит на первом месте среди всех заболеваний у детей по частоте и актуальности их лечения. Следует сразу же разделить понятия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Они во многом сходны, имеют общую клиническую симптоматику в плане повышения температуры, насморк, першения в горле, кашель. Но в то же время грипп является более опасным заболеванием, поскольку он имеет очень тяжелые осложнения, в отличие от других острых респираторных заболеваний. А именно токсические осложнения, которые развиваются в первые сутки, в первые третьи сутки от начала заболевания. И бактериальные, септические или в народе говорят гнойные заболевания, осложнения вернее, которые развиваются через одну неделю, 10 дней после первых признаков гриппа. И вот именно этими осложнениями и опасен грипп. По клиническим симптомам можно, скажем так, отдифференцировать острое респираторное заболевание от гриппа, если больной предъявляют следующие жалобы, а именно боль в суставах, в мышцах, сильная головная боль, светобоязнь. Но если мы говорим о детях, то чем меньше возраст ребенка, тем сложнее им дифференцировать эти жалобы, точно указывать. И зачастую грипп уже диагностируется и ставится диагноз гриппа с момента начала осложнений его. Среди осложнений я хотел бы отметить именно гипертермический синдром, судорожный синдром, повышенная кровоточивость. То, что развивается в первые, скажем так, дни проявления гриппа, это гипертоксические, скажем, проявления. Среди бактериальных осложнений я хотел бы отметить пневмонию, в первую очередь, атиты, синуситы. Александр Николаевич, а какие факторы способствуют заболеваемостью гриппом у детей? Следует разделить эти факторы на две группы. Первая группа — это внутренние факторы, и вторая группа — внешние. Внутренние факторы определяются состоянием здоровья ребенка изначальным. Более склонны к заболеванию гриппом дети, страдающие на такие хронические заболевания, как бронхиальная астма, пороки сердца, хроническая неврологическая патология, почечные заболевания, гломеронефриты, пелонефриты. Надо сказать, что чем младше возраст ребенка, тем более высока вероятность его заражения гриппом, поскольку сопротивляемость гриппу зависит от состояния иммунной системы. И, естественно, чем младше возраст, тем менее эффективна иммунная защита ребенка. Надо также отметить такие факторы, я бы отметил особо такой фактор, как железодефицитная анемия, очень распространенное заболевание, которое тоже сопровождается снижением иммунной защиты. И дети, страдающие анемией, они более склонны к заболеванию гриппом и другими респираторными заболеваниями. Существуют также и внешние факторы, которые способствуют заболеванию гриппом, развитию, возникновению заболевания гриппом. Это пребывание в детских коллективах, где выше контакт, вероятность контакта больных детей с друг другом, больных детей со здоровыми. Это неполноценное питание, несбалансированное питание, когда оно слабо витаминизировано. Далее, это недостаточное по времени пребывание ребенка на воздухе, непроветриваемые помещения, недостаточно удовлетворительные, скажем так, жилищно-бытовые условия в семьях, повышенная влажность, низкая температура в помещениях. Это все факторы, которые будут способствовать возникновению гриппа и острых респираторных заболеваний у детей. Александр Николаевич, а какова профилактика гриппа у детей? Я бы выделил три направления профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Первая группа – это общедоступные базисные мероприятия. И я акцентировал бы внимание прежде всего на них. Это, прежде всего, полноценное питание, сбалансированное, естественная белковая пища. Я подчеркиваю, естественная белковая пища, потому что иммунная система – это белки. И чем больше полноценных белков ребенок получает, тем более эффективна иммунная защита. Далее, витамины. Это всегда актуально и тем более в этой ситуации. От наличия достаточного количества витаминов, которые присутствуют в свежих овощах и фруктах, будет зависеть эффективность противогриппозных мероприятий в значительной мере. Далее. Достаточно долгое или продолжительное пребывание ребенка на свежем воздухе. Продолжительное – это в день 2 часа, 1,5-2 часа. При этом надо подчеркнуть такой момент, что очень многие мамы, особенно с маленькими детьми, любят контактировать с друг с другом во время прогулок. Так вот, вперед подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями – это делать не следует. Следует уединяться и беспокоиться больше о свежем воздухе, а не общении друг с другом. Далее. Проветривание помещений, в которых находятся дети. Разумеется, в их отсутствии. Поддержка соответствующего температурного режима в помещениях. В помещениях не должно быть холодно, но не должно быть и жарко. Возникновению гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций способствует резкий перепад температур. Например, ребенок находится в комнате, где температура под 30 градусов тепла, а потом он резко идет на улицу. Так вот, в этой ситуации вероятность заболевания становится выше. Необходимо, чтобы для детей, допустим, преддошкольного возраста, температура не была выше 22-24 градусов. Для более старших детей может быть и 20-22 градуса. Это очень важный момент. Весьма распространенным средством профилактики в последнее время становится ультрафиолетовое облучение помещений, в котором пребывают дети. Это может быть и комната ребенка в квартире, это могут быть и помещения в детских дошкольных учреждениях. Следующий момент, очень важный. Перед выходом в детское дошкольное учреждение, перед посещением родственников, перед посещением школы, желательно утром смазывать ребенку преддверие полости носа противовирусной мазью, различными маслами, если нет противовирусной мази, кремами, маслами, даже обыкновенным растительным маслом. Очень эффективны, кстати, эфирные масла. Необходимо дополнительно принимать аскорбиновую кислоту, потому что она укрепляет стенки сосудов, и в связи с этим уменьшается вероятность развития гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Далее, после посещения школы, детских дошкольных учреждений, после любого контакта с детьми на улице, придя домой, необходимо промыть нос ребенку физраствором, соленой водой. Существует много растворов морской воды, я не называю их торговые марки, их достаточно большой ассортимент в аптеках находится, который можно и нужно промыть в слизистую полости, носа с тем, чтобы механическим образом убрать попавшие на эту слизистую вирусы и опять-таки снова уменьшить вероятность возникновения заболевания. Ну и еще очень важным моментом, на мой взгляд, является своевременная диагностика, выявление и изоляция больных, вновь заболевших детей, на начальных этапах развития заболевания. Безусловно, это профилактика не заболеваний уже у них, а профилактика именно заболеваний у тех детей, с которыми они, возможно, будут контактировать. К сожалению, многие родители пренебрегают этим, а у них по различным обстоятельствам нет возможностей на начальных этапах среагировать на заболевания ребенка. Они сомневаются в том, необходимо ли с минимальными проявлениями заболевания изолировать, оставить ребенка дома. И, к сожалению, очень часто в таких ситуациях дети, помимо того, что продолжают быть источником заболевания для других, они сами более тяжело впоследствии болеют. Вот здесь вот очень, я хотел бы это подчеркнуть, своевременно выявление и реакция на наличие малейших признаков заболевания у детей. Это может быть и субфибрильное повышение температуры, а именно выше 37, еле-еле едва заметное, изменение поведения ребенка, изменение голоса ребенка, жалобы на головную боль. Вот такие акценты я хотел бы сделать. Вторая группа мероприятий — это неспецифические противовирусные препараты, которые могут быть использованы как для лечения, так и для профилактики. Однако их применение я бы рекомендовал на этапе, хотя бы за месяц до того, как прогнозируется вспышка заболеваний ОРВИ и гриппа. Это было бы более эффективно. В противном случае, если начинать такую профилактику в период вспышки ОРВИ или гриппа, то я бы рекомендовал родителям найти возможность хотя бы в течение двух недель от начала такой профилактики с помощью противовирусных средств оставить ребенка дома. Потому что тут важен психологический аспект. Родители вкладывают средства в противовирусные препараты для профилактики простудных заболеваний и тут же ведут ребенка в детский сад. Иммунитет против этих заболеваний еще не сформировался. Дети заболевают, и родители начинают сомневаться в эффективности использованных препаратов и очень часто перестают доверять врачу. Поэтому это очень такой тонкий момент, на котором бы я захотел заострить внимание наших зрителей. Потому как никакие противовирусные препараты не дают стопроцентной защиты, не гарантируют незаболевания ребенка в данной ситуации. Но они снижают риск заболевания, а в случае все-таки возникновения заболевания они уменьшают вероятность тяжелого течения заболевания, которое, возможно, будет требовать госпитализации. Александр Николаевич, а что Вы посоветуете нашим зрителям? Проводить вакцинацию против гриппа или нет? Существуют различные типы вакцин против гриппа. Существует множество публикаций, мнений в отношении того, это позитив, полный позитив, негатив. Мое мнение здесь следующее. Однозначно сказать, что это только позитивно или однозначно отвергать это направление профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций не следует. Вакцинация — это самое целенаправленное средство по предотвращению гриппа. Однако, следует учесть, что вакцинация противопоказана детям младше 6 месяцев. Второе. Вакцинация может иметь такие побочные явления, называемые поствакцинными реакциями, как повышение температуры, местные реакции, которые неприятные. Далее. Вакцинация имеет такую особенность, что вакцина, которая используется для этого, различные вакцины, могут быть не стопроцентно эффективны в связи с тем, что вирусы гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций мутируют, изменяются. И соответствующие лаборатории готовят вакцину к ожидаемым вирусам с соответствующими свойствами. Если они изменяют свойства, то эффективность становится ниже. И поэтому, вот по этим причинам, надо сказать, что вопрос применения или не применения вакцин является, в общем-то, достаточно дискутабельным. И в каждой семье родители по-своему решают этот вопрос. И в заключение нашей беседы, Александр Николаевич, ваши рекомендации нашим зрителям? Уважаемые зрители, хотел бы заострить ваше внимание на таких моментах. Лечение любого ребенка больного тем или иным заболеванием, в данном случае мы говорим о гриппе, является строго индивидуальным. И необходим индивидуальный подход в назначении лечения. По моему мнению, недопустимым является самолечение, если речь идет о таком тяжелом заболевании, как грипп. Вы можете упустить какие-то моменты, очень важные, на которые необходимо реагировать. А работники аптек, к которым очень зачастую обращаются пациенты, я лично свидетель таких ситуаций, заходя в аптеки, покупая для себя препараты необходимые, не вникают в ситуацию. И они не несут никакой ответственности за данные вам рекомендации. Не занимайтесь самолечением, не занимайтесь лечением, основанным на советах кого-то, кто уже якобы болел подобным заболеванием и получил позитивный эффект. Я повторяю, лечение должно быть назначено врачом, который посвятил вам достаточно внимания, и он знает, какие особенности лечения, какие направления этого лечения и возможные результаты этого лечения шаг за шагом, день за днем, который бы контролировал процесс вашего лечения и его результаты. Следующее, я хотел бы еще подчеркнуть такой момент. Уважаемые зрители, уважаемые родители, беспокойтесь сами о своем здоровье. Если вы здоровы, вы, во-первых, не будете источником инфекции для своих детей, и к тому же у вас больше будет возможностей, в том числе и финансовых, для того, чтобы реализовать все те профилактические мероприятия, о которых я рассказал вам в нашей сегодняшней беседе. Александр Николаевич, спасибо за интересную беседу. До новых встреч в нашей передаче. А сейчас традиционно советы психолога. Дорогие телезрители, в предыдущих программах мы с вами говорили о том, как стать успешным человеком. И я не сомневаюсь, что многие из вас уже изменили что-то в своей жизни после просмотра наших двух предыдущих телепередач. Сегодня мы с вами завершим разработку кодекса успешного человека. Итак, помните, дорогие друзья, что? Успешные люди всегда уверены в себе. Что такое уверенность? Уверенность – это умение идти к цели, невзирая на сомнения и страхи. И чем больше вы уделяете внимания развитию этого качества, тем больших результатов вы добиваетесь. Для развития уверенности разбивайте поставленные цели на стадии и этапы, чтобы вы могли точно и быстро видеть эффективность своих действий. Успешные люди умеют признавать свои ошибки. Ведь ничто так не ускоряет падение с достигнутых вершин, как высокомерие. Благодаря отсутствию этого качества успешные люди умеют признавать и исправлять свои ошибки, учатся у других и уважают других людей. Далее очень важно подчеркнуть, что успешных людей отличает гибкость. Такие люди легко приспосабливаются к новым ситуациям и обстоятельствам. Они не являются рабами своих привычек. Ведь мир вокруг нас постоянно меняется. И чтобы идти с ним в ногу, человеку тоже приходится постоянно меняться. Успешные люди это осознают и не цепляются за привычки, а скорее легко с ними расстаются, если это, безусловно, необходимо. Успешные люди, обратите внимание, находятся, большинство из них, все, наверное, в хорошей физической форме, что дает им возможность работать эффективно. Ведь здоровое тело – это залог высокой работоспособности и качественной деятельности посредством энергичности и бодрости. Такие люди поддерживают свое тело в тонусе, не придавая при этом физической нагрузке чрезмерной важности. Ну, разумеется, исключая ситуации, когда речь идет о профессиональных спортсменах. Ведь главный девиз успешных людей – это действие. Только начиная что-то делать, вы можете чего-то добиться. Успешных людей от серой массы отличает то обстоятельство, что они сделали первый шаг. Иначе добиться результат – ну, просто невозможно. Успешным людям ведь присуща, всегда присуща, высокая точка кипения. Ну, другими словами, такие люди избегают скандалов, разборок и выплеска негативных эмоций. Я уже говорил в предыдущих телепередачах. Ведь в любой проблемной ситуации самым важным является решение проблемы и предотвращение ее последствий, а не выяснение отношений. Ведь теряя время на проявление негатива, вы теряете ценные мгновения для конструктивного решения сложившейся ситуации. И еще очень важно подчеркнуть, успешные люди всегда открыты для мира. Возможности ведь иногда проявляются в самых неожиданных местах и при самых неожиданных встречах. Успешные люди это понимают. Поэтому всегда открыты для общения с окружающими. И успешные люди всегда избирательны в своем общении. Тоже хочу это очень отдельной строкой подчеркнуть. Это ведь не значит, что они заносчивые. Они попросту не тратят свое время на ненужные контакты. Они отсеивают пустые, бесполезные, негативные знакомства и тем самым экономят свой самый ценный ресурс. Собственно, успешные люди избирательны во всем. Они умеют оценить, какие их действия наиболее результативны и концентрируются именно на этих действиях. Избегая пустой траты времени и сил. Вот я рекомендую вам, попробуйте записывать в течение дня, чем вы занимались. И это, поверьте, даст вам возможность увидеть, сколько времени вы потратили зря, а сколько на настоящие дела. Ведь главное, не терзайте себя, если результат вам не понравится. Скорее радуйтесь, что вы обнаружили проблемные зоны и начинаете действовать. Успешные люди не гоняются за одобрением окружающих. Они не боятся плыть против течения. Они сами себе хозяева. Вот ведь, поверьте, нравится всем и всегда просто невозможно. Успешные люди это осознают. И поэтому не теряют время на объяснение и поиск одобрения. Они знают свою цель и идут к ней, опираясь на свое видение, а не на мнение окружающих. Далее. Успешный человек чувствует всегда комфортно везде, потому что он уверен в себе и четко знает, кто он. Именно поэтому такие люди способны сохранять уверенность и присутствие духа в любых ситуациях. Ведь невозможно добиться впечатляющих результатов при постановке средних целей. Поэтому успешные люди всегда ставят для себя высокую планку. И чем выше вы нацелитесь, тем больше будут ваши достижения. И хочу подчеркнуть. Успешные люди не оправдывают свои неудачи. Они их анализируют и переступают. Как уже неоднократно говорилось в наших передачах, безошибочно не может действовать никто. Успешные люди просто превращают ошибки в опыт, анализируют эти ошибки и избавляются от них. Тогда как большинство людей, к сожалению, борются с последствиями, так и не ускоренив саму проблему. Успешные люди умеют как хорошо работать, так и хорошо отдыхать. Вот поверьте мне, качественный отдых, во время которого вы действительно можете расслабиться и отключиться от работы, просто необходим для восстановления ясности мыслей и пополнения энергии. Ведь часто именно в такие моменты вы можете найти необходимые решения, новые идеи. Вот я вам рекомендую настоятельно, умеете качественно отдыхать после достижения определенных результатов. И еще очень важный аспект хочу подчеркнуть и обсудить с вами. Успешные люди не отождествляют себя с работой или своими успехами. Они знают, что успешны именно потому, что являются целостными, уникальными людьми. Работа же для них является всего лишь одной из грани жизни. И оставляя без внимания другие сферы своей жизни, человек не сможет получить полноценного удовлетворения и опыта. Поэтому успешные люди, как правило, всегда развиваются в различных направлениях. Ведь эффективность для успешных людей более важна, чем легкость. Для успешных людей намного более важным является полноценное, эффективное решение состоящей задачи, нежели выбор легкого пути, который может привести к еще большим проблемам в будущем. И чем эффективнее ваша деятельность, тем больше вероятность того, что вы добьетесь поставленной цели. И успешные люди не признают полумер. Они просто доводят до конца начатые дела. Или же вообще не берутся со дела, если знают, что не смогут его завершить. Ведь успех, прежде всего, заметен под достигнутым результатом. Но о каком же успехе может идти речь, если вы бросаете половину дел на полпути? Ничто так не снижает самооценку и не подрывает уверенность, как осознание того, что вы постоянно ничего не добиваетесь. Оставить начатое на половине пути дело любое равносильно выбрасыванию в мусор всех ресурсов, вложенных в это дело до настоящего момента, и потере любых достижений. Хочу подчеркнуть, что никакой успех невозможен без гармонии. А гармоничным человек может быть только тогда, когда он развивает и тело, и дух, и эмоции. Жизненный путь каждого человека наполнен разнообразным опытом. И только развиваясь всесторонне, человек может подчеркнуть из этого опыта максимум информации и качеств, необходимых для достижения успеха. Дорогие телезрители, и в заключение хочу подчеркнуть следующее. Слова и действия успешных людей неразрывно связаны. Загоревшись идеей, успешный человек собирает и анализирует всю необходимую информацию и действует, не ожидая чудес или более благоприятных времен. Такие люди живут тем, о чем говорят. Живут сегодня и сейчас. Разумеется, стремясь к развитию этих навыков и качеств, не забывайте о том, что каждый из нас уникален и имеет собственное определение успеха. Любите себя и доверяйте себе для его достижения. В следующей передаче мы с вами, дорогие телезрители, поговорим еще об одной очень важной проблеме. О современных подходах к коррекции алкогольной зависимости. Спасибо за внимание. Вика. А сейчас мы приглашаем к экранам мам и пап, дедушек и бабушек. И сегодня мы с Викторией расскажем о здоровье вашего малыша. И Вика нам продемонстрирует свои особенности. В вашем доме появился малыш. И иногда, к сожалению, он не совсем здоров или с ним что-то происходит, чему вы не можете дать какое-то объяснение. Или же ваш малыш родился с чем-то тем, что вас удивляет. Вот сегодня мы поговорим об особенностях малышей, которые рождаются с родимыми пятнами. Вот у Вики тоже есть родимые пятна, да, Вика? И она нам их продемонстрирует. А мы поговорим о том, как же родителям вести себя, если у вашего малыша большое родимое пятно на теле. Ах, Вика, а ну давай поползаем. А ну давай посмотрим на игрушку. Вот на затылочной части головы у Вики вот такое родимое пятно. Значит, ничего страшного в этом нет. Это ваш малыш, и он родился с родимым пятном. Но родители должны обязательно помнить, что нужно запомнить, или еще лучше, измерить и записать размеры этого родимого пятна. Для того, чтобы, когда вы пойдете на консультацию к детским хирургам, которых вам обязательно посоветуют ваш врач-педиатр и ваша детская медсестра, то детский хирург у вас обязательно спросит, увеличивается это родимое пятно или не увеличивается. Это очень важно, потому что это нужно для дальнейшей тактики именно доктора-хирурга, который будет лечить вашего ребенка. У нашей Вики не одно родимое пятно. Так бывает у детей. У нашей Вики такое же родимое пятно еще и на грудной клетке. Да, Вика? А ну давай, разденемся. Да, наша крошка. Ты улыбаешься. Вот у нее родимое пятно еще такое же на грудной клетке. И тоже нужно обязательно в этом случае замерить размеры этого родимого пятна. Для того, чтобы при консультации с хирургом обязательно указать, какие они были при рождении, какие они стали через месяц или через два. Обычно детские хирурги вам дают свои рекомендации, но самая главная рекомендация, чтобы вот эта гемангиома, как мы говорим по медицинской терминологии, гемангиома, это большое родимое пятно, ни в коем случае не было нарушено. Потому что вот такие большие пятна, особенно выступающие над поверхностью кожи, как у нашей Вики, могут в каких-то ситуациях быть нарушены. И это уже приведет к всевозможным осложнениям. Поэтому, если у вашего малыша есть родимое пятно, обязательно проконсультируйтесь прежде всего у детских специалистов, у детского хирурга, который расскажет вам, как вам быть, что вам делать для того, чтобы ваш малыш был здоров. И ваш малыш обязательно будет здоров. Так же, как и наша Вика. Да? Вика, давай, поулыбаемся всем. Поулыбаемся? Наша передача подошла к концу. Малыши укладываются спать. А мы ждем новых встреч с вами в передаче «Здоровье важнее» в следующую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин